Добрый вечер, красавицы мои! С вами снова я, Дима Кеш. Мы с вами добрались до финала «Я не верю». Четвёртый выпуск, четвёртая часть мужской, женской, беременной, 11 лет. В этом выпуске, я так понимаю, узнает всех отцов, всех детей. Помните тот школьник, который я буду устанавливать все игры? Вот и мужчины Залины будут платить все алименты. Ещё, я надеюсь, ей квартиру в Москве, прям в центре дадут. Гордон заделает ей ещё одного ребёночка. Ну и т.д. Перед началом этого видео огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти и на Патреоне. Ребята, вы просто лучшие. Еженедельно на Бусти и на Патреоне будет выходить одно новое видео для моих подписчиков там. Также всем огромное спасибо за то, что ставите лайки, пишите комментарии, поддерживаете продвижение этого видео. Без вашей поддержки, правда, очень тяжело двигаться, снимать, развиваться. Ну что, от слов перейдём сразу к делу. Давайте мне уже не терпится просто узнать, чем же этого каналия закончится. Добрый день. Вы знаете, я правда не знаю, как начать эту программу. Уже три программы мы отсняли, пытаясь найти 11 отцов. 11 детей. Да. Сегодня будет четвёртый. Я не знаю, будет ли продолжение. Я не знаю, как начать эту программу, зато я точно знаю, как её закончить. Вот уже 4 недели вся страна пытается понять, от кого... Да, у меня вот примерно такие же эмоции от четвёртого выпуска. Я не знаю уже, как начинать это видео. Только знаю, как и закончить его, да. Как и Гордон, как и Барановская. Продюсеры такие, снимайте 4 части. Наверное, когда они узнали, что будет 4 части, они просто охренели. Такие, господи, за что нам всё это проклятие? Кого нагуляло 11 детей? Залина Шавхалова из посёлка Токарёвка Тамбовской области. Вы чего хотите-то? Я хочу, чтобы на всех ДНК подали, чтобы они платили. Задача неподъёмная, честно вам скажу. В нашей студии побывали бывшие возлюбленные Залины, те, кого она смогла вспомнить. Они встретились в кустах. Ты сидишь, мужиков собираешь возле своей ж... Я с тобой спал, когда ты была беременна. Она сама себе не предлагала. А я отказался. Да, вот этот мужик, который, кстати, подобрал её вместе с мужем, но отвёз только её, вот опять нам вставляют. Его говорит, я с тобой спал, когда ты была беременна. Его вообще ничего не смущало. Ничего. То есть, то, что муж рядом с ней стоял, то, что она была беременна. Главное, что она согласилась, а он парень. Простой, разведённый сам себе хозяин, как он говорил. Фу, мерзость просто. Сделали 12 тестов ДНК и нашли отцов восьми детям Залины. Нам удалось выяснить, что Алёна, Вика, Саша, Рита, Влад, Рома, Лилияна и Герман имеют отцов. Сегодня продолжение этой громкой истории. Кого ещё любила Залина Шавхалова? Новые мужчины и новые тесты ДНК. По доброй традиции уже четвёртый раз в нашей студии. Сегодня Залина Шавхалова. Залина, привет. Сегодня она в образе учительницы такой уже, да? Порядочной, целомудренной женщины. Посмотрите, как её менялся образ, да? В первой передаче она в чём вот была, в том и пришла. Во второй уже какой-то более интересный образ ей сделали. В третий так вообще секси образ. И сегодня это у нас учительница русского языка из посёлка Токаревка. Я так понимаю, она завязала со всеми своими похождениями. Она живёт с одним мужчиной, у них крепкие отношения. Воспитывает своих детей. Интересно. Тебя видеть от программы к программе не могу отметить. Ты всё хорошеешь. Спасибо. Ну деньги платите ей. Каждую передачу она хорошает и хорошает. Интересно. Дети питаться лучше начинают из программы в программу или нет? Залин, почти весь первый канал в полном составе. Почти вся администрация города, где ты живёшь. Волонтёры, зрители. Сдали ДНК-тесты, да. Чтобы убедиться, что не дай бог ребёнок всё-таки от кого-то есть. Включились в опеку над тобой и в поиске этих отцов жалких, да, что, мне кажется, ты к этому уже привыкла. Как ты без нас жить-то будешь? Опять молчит. Да это в начале. Не, в начале у нас всегда так. Скажи, пожалуйста, дети в школу пошли? Да. Тебе деньги дали, ты всё купила им первому сентября? Да. И сменку, и всё-всё-всё она покупала, да? Блин, а вот на самом деле, 4 выпуска, дикая популярность, когда сваливается, вспомним Диану Ширюгину, который хрен знает сколько выпусков Малахов посвятил, что потом, после её популярности, зависимости, в том числе, зависимость, насколько я помню, она лежала в рехабе, её лечили, вот эта популярность, она поднимается, ты был никем, тут какое-то происшествие с тобой, внезапно, почему-то тобой заинтересовались, вот так. Как карты легли у продюсеров федеральных каналов, что они такие, надо делать историю, да, из этого несчастного человека, из этой несчастной жертвы обстоятельств. А потом, когда уже тебя вся страна обсуждает, ты такой чувствуешь, ну всё, дальше, я теперь на всю жизнь себя обеспечил, теперь до пенсии смогу жить, не тужить, а потом идёт спад, и ты такой, боже мой, надо чем-то глушить. На самом деле, незавидная судьба у тех людей, которые вот так вот выстреливают, да, но нас интересуют, конечно, больше её дети. Нам сказали, что ты купила только одну пару спортивных штанов и себе золотую цепочку, это не так? Я не покупала никакую цепочку. Точно? М-м-м. Видишь, сколько? А чё улыбаешь? Сколько у тебя поклонников, столько и завистников. На самом деле, я не удивлён, она пришла без цепочки, начнём с этого, если она и купила, скорее всего, в санлайте распродажа была, да, она задёшево урвала. Ну и, если серьёзно, то не удивлён, да, она привлекает к себе внимание, как только может, да, и золотая цепочка, типа, посмотрите, чтобы мужики такие все сразу. Ой, за линк-то, смотрите, с золотой цепочкой уходит, красотка какая. Жених, ты твой пишешь? Да, скажешь, что я ещё и цепочку ей подарил. Я не знаю. А, так она на руке, Господи, действительно, она купила золотую цепочку. Ты знаешь, за Линой происходит много чудес, просто очень много. Ну, давай серьёзно, смотри, мы хотим напомнить зрителям, как прошли первые три серии с участием этой новой звезды Первый канал. Ну да, опять же, вспоминаем образ из первой серии, тут она прям вот жертва, жертвенная. Тут её все обидели, все кинули, все бросили, она в таком чёрно-белом платье. Несчастная, беременная, да как так можно, да, сопереживала действительно вся страна. Ну как, половина, да, всё равно называли её на буквы всякие разные, но половина сопереживала. Не зря же они такие рейтинги поднялись, не могли, если бы был просто хейт, не было бы таких рейтингов. Публика разделила с 50 на 50. Ногами постель ложилась, ноги не потрогала, она как-то добыл, свинья-то чёрная. Вы расскажите, как вы бы знакомились. Окол забор. Тихо, тихо, без драки, без драки. Тихо, тихо. Не, вот смотрю я за линию в глаза, да, вот просто смотрю я на это, думаю, понимает ли она вообще всё, что происходит сейчас, ради детей она делает или нет, мне кажется, она просто маленькая девочка, у которой нету внимания, не давала ей мать в детстве, не помню уже, отец у неё был, нет, ну то есть, девочки не додали внимания, всё ещё она хочет быть принцессой, всё ещё хочет, чтобы её рыцарь на белом коне появился, она всё его ищет, ищет, да никак не найдёт, и вот эти вот беспорядочные просто половые связи со всей деревней. Ну серьёзно, несчастная женщина, вот в её глазах видно всё, в принципе, да, можно прочитать. Называть это позором, конечно, смеяться над этим уже становится к четвёртому выпуску тяжелее. Пятая серия, она должна быть на каком-то другом канале, где психиатрические какие-то консультации даёт, чтобы это всё разобрать, потому что здесь они просто, типа, ищут отцов и ржут над тем, как они между собой срутся, у кого грязные ноги, кто не мылся, да, но её проблемы тут никто, понятно, не разбирает. Жалин, вот всё-таки нам, знаешь, ещё интересно, вот ты приходишь сюда молчать, потом ты начинаешь разговаривать, потом даже драться пытаешься, а вот ты, когда про себя три серии смотрела... Кем она даровалась? Она не пыталась драться, это на неё постоянно кто-то нападает, замахивается, с кем она пыталась драться, напомните мне, пожалуйста. Да какие чувства испытывала? Гордость, стыд, позор, что было-то? Позор, наверное. Позор всё-таки. И опять пришла? Пришла. То есть ты любишь, когда тебя мучают? Нет. Под забором, кстати. В кустах? В кустах. Да. Жалин, на прошлой программе мы выяснили, что ты стала звездой, и как к каждой звезде тебе положено что-то там. Администрация, скажем, поставила новые окна, и туалет только яму забыла выкопать. Но пока шёл вот тот предыдущий эфир, яму копали, правда ведь? Да. Выкопали? Выкопали. Неужели она испытывает чувство позора? Вот мне интересно, если она такая уже с цепочкой золотой ходит, уже очевидно, что ей бабки просто за это платят. У неё звезда, в прошлой серии мы с вами смотрели, она говорит передачу про меня снимают. Она понимает, что, к чему, да, рейтинги, её персону обсуждают. Какой позор? Ну, может быть, частичка, там какая-то щепотка позора есть, но это всё перекрывается деньгами и популярностью, которая есть в моменте. А то, что они над ней смеются, ну, человек вообще-то себе неплохо сейчас зарабатывал в этом моменте деньги, да? Ну, слава тебе, Господи. Но, смотри, главная эта задача выполнена или нет, мы обнаружили 8 отцов. Кто-то хоть стал помогать, Залин? То есть мы занимаемся здесь за деньги Первого канала совершенно бессмысленным делом. То есть мы отцов находим, а они как не отвечали, так и не хотят отвечать. Да я без проблем, ребят. Деньги Первого канала, федеральные каналы, на что существуют там, вроде как, на налоги, да? На то же самое, на что Тепляковы живут. Да без проблем. Плачу налоги, пусть они идут. Я говорю, я-то только за, чтобы они снимали с Залины каждую неделю по выпуску обязательно. Я готов это бесконечно смотреть. Если вы тоже готовы бесконечно смотреть, платите налоги, как говорится. Все пойдет на то, чтобы Залини цепочки покупать. А в суд ты уже куда-нибудь пыталась обратиться? Без документов, мне еще документы не пришли. Понятно, ждем документов. Слушай, ну, выглядеть-то действительно стало лучше. А вот что заставляет-то так? Ну, ты правда же, посмотри, расцвела тут на глазах. А я тебе потом покажу. Да? Движуха началась, понимаешь? А-а-а, ты слышал это? Кого? Ваши же гримеры, ваши же стилисты. Ее одевают к выпуску и такие, ты выглядеть лучше стала. Как тебе это удалось, да? Вот все три предыдущих серии, и вот что же в четвертой, да, принимает участие Надежда Юшкина. Она так расчувствовалась, она все время тебя защищает. Она прям горой стоит на твоей стороне. Спасибо ей большое. Да, она с нашими редакторами к тебе даже в коревку домой съездила. Да, да. Да, Витя? Давайте посмотрим, как это был. Слушайте, а вы уверены, что это дом? Может, это был коровник? Так, а вот это у вас что, стиральная машинка? Ну, сразу видно. Москвичка приехала. Вы уверены, что это был дом? Я уж не знаю, насколько вот люди, кто из деревень, может, меня смотрят, из сел, да, примерную ситуацию опишите. У всех там хоромы царские, да, богатые. Не то, что... Ну, тут, конечно, подубито все, да. Ну, когда вот эта вот москвичка сравнивает этот домик, бедненький, мягко говоря, с коровником, ну, заход такой, конечно, трэшовенький получается. Отлично. А я вот думаю, телеканал Ю, например, сейчас упускает замечательную возможность в проект обмен женами, супермама, беременна в 16, беременна в 45, Залина, смотрите, первый канал ее отснял, нужно срочно брать ее, пока она... Вот она сейчас вторую жизнь обретает. Выпуски относительно давно вышли, ну, то есть несколько лет назад, да? Сейчас-то что с ней? Без дела сидит. Такая звезда у нас загибается, карьера гаснет срочно. Телеканал Ю, если вы меня слышите, пожалуйста, свяжитесь с ней, запихните во все ее шоу. Столько контента будет, столько просмотров, просто не представляете. Она не то, что не против, она только забудет. На ютубе все просто отреагируют на эти выпуски. Столько будет хайпа, столько контента. Почему продюсеры телеканала Ю бездействуют, я не понимаю. То есть там что, хранятся продукты? Да, да. Вы уверены? Вы можете сказать, что я в куру. Да, там картошка, я вижу. Ну, обычный погреб, что вы удивляетесь сразу? А это что такое? Душ. Душ? Да. Но вы им не пользуетесь? Нет. А холодильником? Холодильником. А он не работает, да? Где мой? Как склад. Ну, вот здесь вот, видимо. Да? Короче, склад каких-то вещей. Как же вы тут все помещаетесь, я не могу понять. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Да у них тут места больше, чем в Зюзино. Посмотрите, в каких хоромах живут, да? Конечно, язык, кроме шуток, условия экстремальные. Она, по сути, здесь и не спит, да? Она же к мужикам ходит. Или мужики к ней. Если она ходит к мужикам, она дома не ночует, ей не приходится видеть все это. Она днем ушла, погуляла, с мужиком там где-то переспала. И все, пришла на следующий день. Десять. А остальные где? А, здесь втроем? Пять, шесть, семь, восемь. Еще двоих. А мама, Мурат и Герман, и Строфе. Я на улице. Ааа. Ну, кто на улице? Нет, все равно не хватает. Конечно, десять. Дети, кстати, ведут себя довольно адекватно. Не бесятся, не бегают. Даже вот супер мамы смотришь, идеальные там эти семьи, и потом выбегают дети, начинают прыгать, визжать, реветь, еще что-то. Тут детишки спокойны. Видать, это все-таки свежий воздух. Жизнь вдали от города так позитивно на психику влияет, да, неважно уже какая у тебя мать, есть, нету. Экология. Все экология. Жить очень сложно. Кухни считай, нет. Хорошо, как стиральная машинка. Хорошая мать. Нормальная. А хозяйка? Хозяйка хуже. Нет, сейчас я начну возмущаться. Залина. С другой стороны, ну она не бизнес-вумен, да, опять же, отцы разбежались, ну что за вопрос, хорошая мать, отцы разбежались. Алименты не платят, пособия просто нищенские. Ну да, купила на материнский капитал машинку своему хахалю. Ну да, купила сейчас цепочку в санлайте по скидке, закрывался все-таки магазин, надо было успеть. Че чисто, смотрите, две капустки, остатки от яиц, молоко, все чистенькое, все убрано. Минимализм самый настоящий получается. Вот в этом, ты прости, мне даже слова другого нет, но это срач. Поэтому я не могу сказать, что это хорошая мать. Хорошая мать, это дающая хороший пример своим детям. Вы знаете, жизнь, конечно, потрясающий режиссер, гораздо покрепче всех режиссеров, которых я знаю. И вот мы сейчас позовем нашу уже давнюю знакомую, сестру Андрея Астахова, Тамару Шибунову, в студию. За то время, что мы не виделись здесь, у нее случилось две трагедии. Тамар, идите к нам. Проходите, пожалуйста. Тамар, мы хотим вам выразить глубокое соболезнование, поскольку, как я уже сказал, со временем прошлой программы погиб ваш брат Андрей. Андрей, вот этот вот Андрей, который молодой, который как огурчик, трезвый, он погиб. И ваш старший сын, правильно я понимаю? Отчего они у***ли, можете сказать? Тамара, дорогая, сколько сыну было? 19. 19 лет? Они вместе с братом с вашим, да? А что случилось? Отравление у них. Алкоголем, правильно? Да. Что они пили? Ну, им там пили. Сказали, что медицинский спирт, а там оказался не спирт вообще. Почему я говорю, что жизнь, конечно, прям... Я просто в шоке, да, сейчас. Это тяжело как-то комментировать. Он погиб. Его... Ее сын, 19-летний, вместе с ним бухал. Комментарий такой, понятно, все мы прекрасно понимаем. Медицинский спирт. Что это за название покупать? На самом деле, у меня самого дедушка отравился медицинским спиртом или хрен знает чем. Так и непонятно. Тоже купил. Выпил и отравился. Он-то просто жил в Москве. Он говорит, я в Москве живу с женой, да? Где там медицинский спирт в Москве продают? То, что там мифи продают, это понятно, да? А вот медицинский спирт в Москве, в деревнях, в селах, да, это есть. Но откуда опять зачем медицинский спирт, если есть старая, добрая русская самогонка? В общем, люди, будьте аккуратны с этим медицинским спиртом вообще. Только мы нашли, я напоминаю, что Андрей это установленный отец двоих детей Залины, Влада и Ромы. Только мы нашли этого человека, как его не стало. Но здесь ход-то в чем, режиссер? Да. Я надеюсь, он не инсценировал свою ***, чтобы алименты не платить. Он бы и не помогал, силенок-то у него не было. Но теперь, когда мы установили родство и есть свидетельство о ***, вы получаете, Залина, на двоих детей пенсию в потере кормильца? А что? Правда, что когда приехали волонтеры прибираться к Зали Мон делать, то мама Роза вообще не пускала их на порог? Ну, она нам сказала, что мы сами сделаем. Ну, мы там остались. Домой я приехала в 9 часов вечера. Помогала. Давайте посмотрим на эту эпохальную уборку, на это, как бы я сказал, соревнование с авгиевыми конюшнями. Ну, что люди приехали помочь? Да давайте. Ну, давайте лишнее вынесем. Нет. Девочки уберу сама. Не надо тут. Я сама как-нибудь уберу. Почему не нужны? Да не нужны, Саш, и все. Не хочу ее выгадать. Не нужны. Нет, нет, нет. Да я потом уберу, там не надо. Не надо. Перчатки одевай и пошли сейчас. Не надо, Томар, не надо. Да, я сказала, перчатки одевай и помогай Тамаре. Да сами уберем. Ну, вот сейчас убирай, давай. Не хочешь, стыдно ей. Гордость задета, да. Все-таки люди гордые. Я замечал, человек беднее, тему гордости в нем больше. А гордыня вообще это грех. И еще это психологическое, все-таки неврозное. Гордыня ни к чему хорошему не приводит. Вот тут вроде помогают. Но с одной стороны, да, но сами разберемся. А что-то вы не разбираетесь сами. Они тут устроили вот это вот шоу. Помогают. А она нет, нет, не надо. Я сама все. Перчатки одевай. Сарай, пока поставьте его. Конечно, ему ничего не будет. Знаете, что надо сделать, а? Грядец. Мурат, на тык. Вот-нибудь в облик ходить, а? Ну, Залин, скажи мне, пожалуйста, ты всегда ковер вытряхиваешь в коктейльном костюме и с бусами сверху, нет? Или только для нашей группы с серьгами? Ну, это как выйти на прогулку на Манхэттене или в магазин. Надо одеться так, как будто ты на подиум идешь. Залина все-таки просекла эту фишку моделей Виктории Сикрет. Знает женщина, как себя преподнести. Нет, я в центре была. Я вот просто думаю, господи, у меня родился ребенок. Я думала, что пыль это ужасно. Тысячу раз ее вытирала. Здесь грязь, песок, дети ходят, ковер жизни не выколачивался. Ну, правда, у меня огромное количество сомнений по поводу выражения, что она хорошая мама. Я, Залин, я на прошлой программе сказал, и я не шутил, что шутки кончились. И эта программа будет во многом определять твою дальнейшую судьбу и судьбу твоих детей. На что насмотрелись наши редакторы и корреспонденты там, это по сравнению с количеством твоих мужиков ничто. Там хотя бы в чистом поле, под забором, в кустах, где угодно. Но жить так, как ты живешь с детьми, нельзя. Я хочу позвать в эту студию руководителя благотворительной организации Тамбова Елены Великанову, которая, собственно, и организовалась вместе со своими волонтерами и Тамарой чистку авгиевых конюшен. Идите к нам, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые студии. Здравствуйте. Ну, развеете, вот вы целой командой приехали к Залине. Что там обнаружили? Не знаю, очень тяжело в таких условиях жить. Мы были шокированы, ходят маленькие дети. Вы, наверное, видели, показывали вот эту яму, в которой просто можно оступиться, упасть. Провалиться, да. Полы сами, не только эта яма. Мы ее заделали. Спасибо Первому каналу. Ребята взяли деньги, выделили средства. Мои волонтеры съездили, отобрали там гвозди, молотки элементарно. И у меня мальчик такой рукодельный есть. Он сам сирота, выпускник Сосновской школы-интернат. Вот его тоже, вот он, кстати, на экране, вот первый такой, который сейчас к нам спиной. Ну, я думаю, Залинка сильно расстроилась. Она такая, уже собиралась переехать куда-нибудь поближе к центру Москвы, чтобы ей там квартирку или домик на Рублевке дали, почему бы и нет. А тут какая-то благотворительная организация приехала. Ремонтик делать в ее запущенной хибарке. Расчищать Абгиевы конюшни. Ну, может быть, она там какого-нибудь молоденького Геракла себе встретила, конечно, и нашла свои плюсы, но я чувствую, она прям сильно расстроена этим. А вы же тоже привезли какие-то вещи, да? Да, очень много вещей. Там с этикетками они, есть вещи, которые поддержаны были, но нам передают спонсоры. Вот тут конкретный вопрос к вам. Это правда, что Залина оставила только вещи с этикетками? Остальные вещи, хоть и ношеные, но годные для детей, она вам вернула? И туда же в эти пакеты запихнула еще грязные вещи своих детей. Ну, вы знаете, как получилось? Мы привезли хорошие вещи. Естественно, дети отобрали, размеры-то разные. Есть размеры большие, ребята могут не подойти. Поэтому не против, что вы как бы сказали, ребята, что не подойдут большие вещи, и раскладывайте, если они подошли, и мы отдадим людям, кому подойдет. Утром я прихожу на работу, у меня стоят огромные два пакета, которые волонтеры мои привезли назад в университет. И когда пришла, открыла пакет, я была, первое дело у меня шок был. Я увидела шапочку детскую, видела ползунки детские. Они не новые, они чистые, но вот БУ, то есть они использованы. Кто-то, видно, люди дали им. Сначала у меня было первое мнение, что мне случайно пакет передали. Туда натолкали детские вещи по ошибке. Свитера грязные. У меня этого не было, потому что мне по опции передавали чистые, хорошие, недорнированные вещи. То есть она просто поменяла одно на другое? То есть то, что мы привезли, это было меньше, чем у меня привезли назад. Понятно. Скажите мне, мы тут про девочек уже говорили, старших. Назад, мы по ошибке дали. Залин, мы спросим. Выгораживают ее еще, может, по ошибке дали, да, все вот это вот. Она говорит, да я ничего там не меняла. Ну, Залина, как мы видим, о детях вообще она особо-то не думает. Думает, опять же, в первую очередь о себе. Назад, мы по ошибке дали. Залин, мы спросим с тебя, строго спросим. На этой передаче точно строго. Скажите вот про старших девочек, пожалуйста. Это правда, что в этой генеральной уборке ни Залина, ни старшие дочери участие не принимали? Нет, мы предложили, говорю, помоги. Она умыльнулась и играла во что-то в телефон, не знаю. Залина, помогала вам? Залина вам помогала? Она там не в телефон играла, она с мужиками переписывала. Сказали же, что ей много в социальных сетях мужчин знаков внимания выделяют внезапно, да. Есть такие мазохисты. Вот она с ними социальные контакты и налаживала. Нет, я ее не видела. Я вам расскажу, как было. Залина в это время покупала себе новые туфли. Вот эти, видимо. Мы работали. И когда наши редакторы сказали, ты совесть-то имей все-таки, там твой дом убирают. Давай. Вот она нарядилась. Она не нарядилась, она так из центра приехала. За день она переоделась, поскольку молодежь крутилась вокруг два раза. Я не осуждаю. Нормально, почему, да. Но сколько ребята работали там по времени? Ой, мы восемь вечера. Вместо того, чтобы ей деньги давать или цепочки дарить, вы бы ей психотерапевта оплатили, чтобы он с ней проработал, потому что очевидно, что это так не решится вашим порицанием, вашими охами, ахами. Цепочку ей дарит, потом мы с тебя все спросим. Она не поменяется. У нее глаза, это, как у сороки, да. Она все блестящее. Она все еще думает, теперь она с какого-нибудь мужика получше себе сможет привлечь, потому что она выглядит побогаче. Оделась, цепочку надела, да. Никто ей, как бы, головушку не хочет помочь. Полечить, чтобы она пообщалась со специалистом? Нет. Они только ржут над ней, осуждают ее. Вот алкоголик, если ему денег дать, что он сделает? Пойдет, закодируется? Нет, он пойдет, пузырь себе купит. Мы в восемь вечера только отмыли полы и не спят. Приехали во сколько? Часов в десять, мы в одиннадцатом часу там были. Ну, то есть, по сути дела, десять часов вы пахали там. Да, там очень тяжело. Она хоть чай, кофе предложила вам? Мне кажется, дети ничего не ели. Дети ничего не ели за это время? Я не видела. А вам она предложила чай? Нет, нет, нет. А вам, лично вам, она хоть чай, кофе предложила? Да вы что, она что-то... Там чай, ты все делал, у них же есть нечего. Мы вот с ребятами собрали печенье, конфеты, привезли детям, наоборот. Ладно, нет, нечего есть, это понятно. А там ни из чего есть. Посуды нет, элементарно, никакой. Это готовить не на чем. Я просто обращаюсь вот на передачи. Вот я не знаю, кто со мной был. Это плита, я не знаю, это взрывоопасно. То есть, дом может взорваться, могут погибнуть все. Там нет ни комфора, который, знаете, да, плита вся проржавела. А вот это технологии. 22 века, посмотрите. Спичку просто поджигаешь, туда прям кидаешь. И все, и газ идет, и можно готовить. Ничего себе, впервые такое вижу. Я, мы когда дети подошли, я была в шоке. Я говорю, а вы на них готовите? Потом подошли, говорят, вот одна готовит, мы чай на них кипятим. Хотите я вам скажу, где они готовят? Прошлый раз вы видели сюжет, как дети Залины едят макароны. Вы знаете, кто их сварил? Я. Да? Да. Да? Тот самый Паша, в честь которого вы назвали ребенка. Он их не варил. Залин, мне-то что заливать здесь сидеть? Залин, я еще раз говорю. Так вот она, почему в честь Паши-то назвала своего ребенка. Потому что он макароны детям сварил. Смотрите, Паша Добряк. Он оператор, получается, с камерой ходит, да? Так он еще и успевает макароны варить детям Залины. Ну, вообще, странная ситуация, что они вроде как столько лет там живут, а показывают, есть не из чего, да? Готовить негде. Как вообще они живут? Чем они питаются? Они сыроедением у нас практикуют. То есть дети в соседнем соседском огороде, вот то, что там бабушка говорила, клубнику собирают, там, да? Ягодки, еще что-то, картошку. Они все в сыром виде потребляют. Кутки кончились. После того, что увидели волонтеры, и мы, приехав в этот раз, мы найдем, постараемся найти всех отцов по твоей просьбе, но ты матерью перестанешь быть. Залина, ну, правда, вот тебе люди помогают, а ты при этом сама в этом не участвуешь. И опять ты села в свою позу мыслителя, и опять ты молчишь. Знаешь, как это называется? Пока мужик сюда не придет какой-то в студию, ты реально не зашевелишься. По-русски знаешь, как это называется? Вот это психотерапия от Первого канала. Ну, видно, что у человека проблема, да? Что она все, она все ей говорят, она в отрицалово, ее осуждают, она не знает, что с этим делать. Ну, честно, ну, согласен. Если бы психотерапевт с ней проработал, не было бы этой передачи, если бы как-то смогли ей действительно помочь. Она все стерпит, все слюбит, до тех пор, пока ей платят деньги на Первом канале. Паразит. Ты настоящий паразит, понимаешь? Ты на ночь к мужикам присасываешься со своими целями, а теперь присосалась еще к целому Первому каналу. Не будет так, поверь мне, не будет. Я вообще не понимаю, куда до сих пор смотрели органы опеки. Зато куда смотрели продюсеры, которые решили 4 серии снять, говорят, присосалась к Первому каналу. Так вы же сами ее кормите. Сами же это все снимаете, рейтинги видите. Чего вот эта ситуация win-win называется, когда выигрыши все, из Алина эти с барского стола крохи получает, да, и эти там рекламка. Я вот смотрю с Первого канала, там постоянно паузу нажимаешь, и сразу реклама высвечивается, представляете? Я, да, жалуюсь на рекламу, конечно. Вообще не расстраиваются о том, что ей сказали, что ее лишат родительских прав. Она сидит такая спокойно. По-моему, она только этого и хочет. Остаться одна, покупать свои туфли, и гулять по центру. Да нет, она одна-то не останется, я поясню почему. Детей не будет сразу появиться мужик, еще один. Саш, хорошо, что Паша макароны сварил, а посмотри, какими они руками едят эти макароны. Да все понятно, Татамар, ну что говорить? Нет, ну насчет рук, и макарон, конечно, более эстетично было бы видеть, да, что они столовыми приборами питаются, но на самом деле многие этого не знают, но руками есть вкуснее. Например, любой, смотрите, фастфуд, куда вы приходите, да, вкусные точка, там, KFC, пиццу вы заказываете, все это мы едим руками, от этого, кстати, дополнительно становится еда вкуснее, и в некоторых странах, в Индии, например, принято есть руками, то есть просто так вкуснее, потому что столовый прибор, это по сути посредник между тобой и едой. Ну да, есть и обратная сторона, если руки не мыть, то заболеешь скорее, если будешь есть руками. Надо увольнять вот просто всех в органах опеки и социообеспечения. Теперь, твои односельчане составили о тебе уже конкретное мнение и до наших программ, и после наших программ, но тут мы не удержались прям, мы к старшему поколению на ферму сходили, давай послушаем, что о тебе они говорят. Опозорила, да, Токаревский район наш, опозорила, нам даже стыдно за нее. Даже вот пример, пусть она соседа опозорила, да, с грязными ногами. Зачем ты ложилась под него, с грязными ногами? Ты зачем легла под него? Там даже перевязывать ничего не надо, есть специальные контрацептивы. А еще может мужик предохраняться, да, почему вы с мужиков не спрашиваете, пусть спят да хоть каждый день. Просто предохраняться можно. Вот это да, вот это технологии 22 века просто, о которых никто не слышал. Да, я знаю, что это все дорого для деревень, да и вообще, в принципе, это дорого предохраняться, но это определенно дешевле, чем рожать и содержать. и мужиков не завлекать. Ребятишек вот, да. Лучше, конечно, их отдать. Пусть там-то они заботятся будут. Одевайтесь, хоть они накормлены будут. Раз, а то они хочет их кормить. Сидеть, еще поплачем, прям, не забежать. Идея про Сургуч, хотя и радикальная, но мне понравилась. Залин, а ты когда вот такое о себе слушаешь, ты вот какие чувства испытываешь? Залин, да никаких ты чувств не испытываешь. Залин, ну можно ответить на вопрос? Ты сейчас просто разозлилась на этих теток и все. Чтобы испытывать чувства, надо сердце иметь. А у нее, по-моему, вот здесь все. Давайте посмотрим, как твои мужчины и их родственники бушевали здесь. Замечательно, как они за нее решают, да. Она такая сидит, да, говорите, говорите, денежки капают, рейтинги растут, может, еще и пятую серию снимем. Осуждают ее все-таки. Особенно вот этот вот чемпион по кикбоксингу. То ее позорищем называют, то теперь у нее сердца нет. Гениальный комментарий от мужика в сторону женщины. Блин, ты-то сама знаешь, сколько у тебя мужиков было или нет? Знаю, как-то не знаю. Сколько? Боя отцов иметь в виду? Нет, может, мужчин всего лишь. Залин, ответь? Миллион. Тоже деловые сидят. Больше 12, понятно, раз мы не можем найти твоим детям отцов. Ну сколько? 20, 40, 50, 60. 40 не было. А сколько было? Да мы уже всех обошли, ты понимаешь это или нет? Я вам хочу позорить. Сколько населения, только рюкетч. 6 тысяч человек, ну дай бог там 2000 мужиков было. Ну, ну, с натяжкой, конечно, ладно, шучу, конечно же. В эту студию человек, о котором мы говорили на прошлых программах. 13. Кличка у него Зэм, потому что зовут его Сергей Замараев. Давайте позовем. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть любимый вопрос. Как вы познакомились с Залиной? Ну, это же было до армии, до моей. Она жила у нас в Кочетовке. А у вас были с ней интимные отношения? Конечно, были. Да? Как вы считаете, дети от вас? Неа. А че это неа? Не похоже даже. Ну, знаете что, похоже, не похоже. Теоретически, они могут быть вашими? Нет. Почему? Потому что не хранился. А вообще, что можете? О, это единственный умный мужик за все четыре передачи. Единственный, у кого были деньги на предохранение или мозги. Не сказать. Ну, а че я могу по-моему сказать? Она даже с молодой спала. Ты че вырешь? С какими? С какими? Нет, что ли? С какими-то? Да нет. Ну, у Ваньки черный упокойник тоже. Когда на фирме работал, он выпивал. Я с Ваней не спала, понятно? А вещи кто уходил, собирал? По задам шел. Я никаких вещей не собирал. Да-да. Да-да. А по задам это что значит? Ну, это задняя дорога. А, а что за малолетки? Это что значит? Ну, это Димка завражен был, Димка в острове. А мы с ним дружили, как с братом, понятно? Не пятнадцать даже. Дурак что ли? Тринадцать, наверное, где-то был. Она всегда такая гулящая была? Конечно. Ну, да. Если она со всеми подряд такая гулящая, вот вы-то тогда зачем туда тоже лезли, простите? Мы с тобой начали встречаться. До армии. До армии. Я же говорю, до армии. И все, потом я выхала тетки и все. Ну, да, потом ко мне домой приходила. Я в гости приходила. А мужики, потому что тоже все неуверенные в себе, если у нее репутация распутная девица, да, почему все к ней идет, потому что легкая доступность, все хотят вот этой легкой доступности, они сами в себя не верят, что более труднодоступную и какую-то достойную женщину они смогут заполучить, поэтому идут все к ней. Ага, я хоть с Сережей хочу жить с твоим. Это она к вашей маме пришла? Я с ней даже не разговаривала с твоей мамой. И что говорит? Вот я хочу с Серегой жить. Ага. А мама ваша что? Ну да. А я три месяца уже в армии был. Ну? Зачем мне это надо? Тебе ты не был в армии. Конечно нет. А зачем продавали ее за полторашку? Чего? Вы все продавали ее. Ты что, дурак что ли? Ну расскажите. Ну что, за полторашка ее продали. Полторашка это что такое? Полтора самогона. Куда ты меня продал? Можно узнать? Полтора литра. Еще на ферме. Да. За полтора литра самогона вы ее продавали? Да. А она продавалась что ли? Сама. Ты что, дурак что ли? Она сама. Пойдите. Бурная сексуальная жизнь. Вот как это... Вот что это называется. Да? Когда ты хочешь... Это Ларс фон Триер со своей нимфоманкой нервно курит в сторонке. Он просто не был в селе Токаревка. Ему приехать в Россию посмотреть, да? Как настоящие нимфоманки выглядят. Он бы просто свою нимфоманку в двух частях удалил из всех площадок вообще. Отказался, отрекся от этого фильма. Сказал бы, я снял полное вообще говно, которое не имеет никакого отношения к реальной жизни. Не было такого. Не было такого. А вы часто это делали? Да нет, два раза, по-моему, было и все. Мне сейчас послышалось или Залина сказала, хватит позорить? Да. Да. Я сама первое слышу. То есть ты находил ей спутника жизни. Ну да. Да, он тебе за это задавал полтора, а она делала это совершенно бесплатно. Бесплатно. У меня после той программы чуть с женой не разошелся. О! Из-за нее. И что жена? В морду тебе дала? Почти. Давайте обратимся к нашей горячо любимой схеме. Итак. Алена, Вика, Саша, Рита, Влад, Рома, Лилиана. Да? У нас под вопросом Паша и Мурат. У тебя указано тут, что отец Мурата Аслан Кумратов. А отец Паши, ты сначала говорила, что Эдгар Кожевников, потом оказалось, что это совсем не так. И после программы ты сказала, что это Виталий Юрин. Так? Это пока все правильно я говорю? Хорошо. Еще ты сказала, что, возможно, отец Мурата Эдгар Кожевников, так как ты с ним параллельно встречалась в это время. И это так? Да, Залин. Да. То есть ты уверена? Мы с ним жили, когда он езжал в Москву. Залин, ты уверена? Да. Точно. Теперь смотри, еще раз говорю, что жизнь удивительный режиссер все-таки. Мы сейчас посмотрим одну фотографию. Клавдия, это кто на фотографии? Ну, вот этот мужчин, который у нее неделю две жили. Зовут как его? Не знаю. Понятно. Залин, как его зовут? У него паспорта не было. Мы говорим, что его зовут Аслан Кумратов. То есть он назвался Асланом Кумратовым? Да. И ты, стоп, и ты считаешь, что он как раз может быть отцом одного из твоих детей, правильно? На 50%. Уже на 50%, да. Ну так, заезжал просто по работе, видимо, в деревню. А тут Залинка, возможно, за полторашку самогона и продали. Что вообще происходит? Она теперь не уверена. Она такая, давайте еще пятый выпуск, хочу еще одну другую руку. Во-первых, это не Аслан Кумратов. Этого человека зовут совсем по-другому. Они все сомнаны. Мало того, сейчас он живет недалеко от Махачкалы. И тут опять поворот совершенно непредсказуемый. Наши редакторы нашли этого человека просто по фотографии. Потому что он не Аслан Кумратов, а Асман Тимеев. Но, вот тут тоже парадоксальная вещь. Как раз в этот день, когда мы его нашли, в Махачкале была наша уважаемая Томочка Пухова. Которой мы обратились и сказали, не хочешь поработать корреспондентиком чуть-чуть у нас? Она согласилась. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Как бы это его дом. Он старается для своих детей. Все еще у него в стадии все ремонта. Это вот у них кухня. Все в коврах, как это положено в Дагестане. Гобелены. Обязательно молитва. К чему это вообще гобелены? Молитва обязательно. К чему это? Ну, мы видим, что условия-то у него получше, чем у Залины. Тамара, то есть это вот Осман Тимеев. Да, вот теперь я хочу, как бы, сказать следующее. В связи с тем, что в прошлом, сейчас я нахожусь в отставке, все-таки я имела отношение к органам внутренних дел, я подключила полицию Махачкалы, подключила Тамбовскую область, когда он возил зерно, сверили все его, скажем, поездки. Да, и, так сказать, абсолютно все то время, в которое он находился там, не совпадает со временем рождения Мурата. Это первое. Второй момент. Я хотела бы, так сказать, сказать следующее. Прекрасная семья, прекрасная жена, двое детей. Настолько он серьезный человек. Вот я с ним провела какое-то определенное количество времени, побеседовав с ним. Он зарабатывает, приезжает сюда, в Россию, зарабатывает деньги для того, чтобы своих детей обеспечить, свою семью. Как они сошлись-то? Они не сошлись, он ее вообще не знает. Зачем он сдал тест ДНК, если он даже не знает ее? Для того, чтобы он за линии мог, так сказать, как бы в лицо сказать, это первый и второй момент, подать в суд. Для того, чтобы она оклеветала честь и достоинство человека. Ах, да, я и забыл, что есть у некоторых людей честь и достоинство, да, и поэтому они сдают ДНК-тест. Поэтому им не флом приехать, например, в Москву, да, и в лицо женщине сказать, что ах ты. Ну, с другой стороны, если тебя оклеветали, да, вот если меня оклеветала Залина и сказала Дима, от тебя у меня тоже есть ребенок, наверное, странно было бы, если бы я сидел и никак это не комментировал, когда тебя обвиняют на всю страну. Уважаемый, у него отец и мать уважаемые люди в этом районе, у него друзья и родственники, да, уважаемые люди. Как Осман Тимеев стал Асланом Кумратовым, как ты можешь сказать? А вот это надо у мадам спросить, как это, каким образом? Получается, что ты его оклеветала, сказав, что вообще-то это Аслан Кумратов, под этим именем он к тебе приходил и может быть отцом твоего ребенка. Ты сейчас не передумала за это время? Он на него не похож. Не похож. Теперь давайте еще раз посмотрим эту схему. Значит, Мурат. Осман Тимеев сдал ДНК, но он исключается, поскольку он даже не знаком с этой женщиной. А все на все возил зерно. И остается у нас, внимание, Эдгар Кожевников. И Олег Анохин. И Виталий Юрин. Ну вот так вот, это деревня Токаревка, это проклятое место, это хуже Сайленд Хилла. Привез всего лишь зерно в деревню, ступил вообще, шаг переступил вот от входа в деревню. И все, ты уже потенциальный отец ребенка Залины. У нас предполагаемые отцы Мурата. Эдгар Кожевников, Осман Тимеев, которого ты называла почему-то Асланом Кумратовым. Паша, Олег Анохин, Виталий Юрин. Правильно я понимаю? Или Эдгар тоже там может быть? Паша мы уже смотрели с Эдгаром. Для этой программы мы сделали 4 теста ДНК. И я тебе клянусь, что это последние 4 теста ДНК. Потому что дальше мы передаем дело отцам и совершенно неработающим органам опеки. АПЛОДИСМЕНТЫ Мурат первый у нас идет. Отдай это Осману. Скажи, что первый канал перед ним извиняется и говорит, что никакого отношения к этой истории он не имеет. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам, блин, придется походу вернуть цепочку из Sunlight или в ломбард ее сдать, потому что, ну, оказывается, и на нее могут подать в суд. Она думала, что она вот такая жертва, а тут кто-то ляпнула. Ну, она ляпнула, могла сказать, ну, блин, я случайно ляпнула. Она же сказала на 50 процентов. На 50 процентов. Вообще странно, да, если у них даже не было никаких контактов, почему она его назвала. Ну, странно, недоговорочки какие-то. Ошиблась, мать, не он. Паша, Виталий Юрин. Я знаю. Мы тебя починутали, сколько у тебя мужиков-то было. А что, то, а не он? У нас бюджет кончился, все. Это не он? Это не он. Мурат, да. Мурат, может быть, и Кожевникова. Но поскольку она сказала об этом до начала программы, мы, конечно, повторный тест у Кожевникова не взяли. У него уже есть Лилиана и Герман, может быть, и Мурат его. Я хочу к Светлане обратиться. Светлана, вы с мужем. А с чего бы она назвала его Мурат? Ну, выделяющееся имя. Отличается от русских обычных имен, да, тут Мурат. Но это, очевидно, не русское имя. С чего бы она вдруг, если бы он был от Кожевникова, решила Муратом назвать? Либо это какая-то ее специальная задумка, чтобы на кого-то специально свалить отцовство? Я не понимаю этого. Что вы взять над этими тремя детьми? Тремя детьми у Зайбек. Не, какой тремя? Лилиана и Герман. А Марат? А если Марат? А давайте мы возьмем ДНК за кадром. Берите. Мы сделали 16 тестов ДНК за 4 программы. Раскошелимся и на 17. А тогда вы хотите, чтобы я ее тут вообще убила, да? Вы знаете, послушайте, 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 вы знаете, я бы не возражал. Я этой гадине больше пальцем не пошевелю, не помогу никогда. Все, отдыхай. Ну, что-то Гордон вообще разозлился. Так холил, лелеял вроде как ее, да? 4 выпуска посвятил. Должны ее на руках носить, она вам такие рейтинги сделала. А тут сразу гадине такой. Гадина какая. Пальцем он там ей не пошевелит, чтобы помочь. Если вы не возьмете за себя, если вы не поймете, что это ваши дети, и кроме вас они никому не нужны, вы навсегда их потеряете. Вот тот дом, который показывали, в этом доме жить нельзя, в этом доме невозможно существовать, в аварийном состоянии постройка. Ну, я вижу, конечно, как настроена студия, но я рискну по-прежнему встать на сторону Залины, и вот почему. Дети прекрасные, дети очень любят маму. Ну, а мама больная. Маме лечиться надо. Ее надо к психотерапевту. С ней надо беседы проводить. Ей надо выделить деньги на это. Не на определение отцовства вот эти ДНК дорогостоящие, а ее полечить в первую очередь. Вот это почему никто не сделает? Почему, типа, этой гадине помогать не буду? А в чем тогда цель вашей передачи, если вы этой гадине помогать не будете? Для чего вы ее использовали, поматросили и бросили, да? Ну, гадина, ну, пусть сама разбирается. Нет, так не решается. Если ты кому-то хочешь помочь, ты должен до конца идти. Ты должен помогать. Я поговорила со старшими дочками, которые ездят учиться в школу-интернат. Они не хотят туда ездить. И не потому, что им не нравятся учителя или еще что-то. Они хотят быть дома с мамой. Для меня это самый основной принцип и самая большая причина, почему я хочу просить в этой студии всех дать за Лине еще один шанс. Ты понимаешь, что ты сейчас сказала? Да, я понимаю. Нет, ты не понимаешь. Да, я понимаю. Нет, ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Понимаю. Ты сказала основное. Дети не хотят учиться. Они хотят сидеть дома с мамой. Они хотят учиться в школе, которая рядом. Нет. Я очень Надежду уважаю, но хочу сказать, Надюш, мы, если дадим ей сейчас шанс оставить детей с ней... А что будет с детьми, если мы их в детский дом отдадим? У них будет трагедия, понимаете? Пусть она покажет, что она способна быть матерью. Да, пусть она вот покажет. Но для этого не обязательно детям делать травму на всю жизнь. Ты посмотри, что мы с детьми сейчас делаем. Если бы детям было там плохо, они бы не хотели там находиться. Насчет этого, вот вы что лично думаете, да? Они уже все, посмотрите, сколько там, 13, самый старший, жива, здорова. Не хочет там в какой-то школе, говорят, учиться, да? Но воспитание у них есть. Опять же, я вот посмотрел, более-менее спокойные дети, воспитанные, с голода не померли. Я не знаю, но возможно это, да, в более взрослом возрасте скажется на их здоровье. Такое полуголодное, полухолодное, такие условия жизни. Но опять же, я честно не знаю. Тут забирать у нее, не могу судить, что вы думаете, обязательно напишите в комментариях. И подростка, и маленького ребенка. Как назвать? Женщины нет, мать нет, человек тоже нет. И у меня вопрос, почему должны ей помогать? Она после войны, она погорелица, она потеряла кормилицу. Каждый раз ей помогают, помогают и помогают. Она знает, что она уже звезда. С одной стороны, да, с другой стороны обожаем обесценивать. Вот что вы плачете там? Что такие кислые? Что проблемы какие-то? Не умерли? Не ампутировали вам ноги-руки? А что плачете тогда? Я понимаю, да, наше, ну, любое общество, оно сравнивает там с собой, да, и все ситуации, вот эти вот, которые она перечислила. Все выглядит так, что Залина не ценит вообще тот кредит доверия, который ей дали. И поэтому, ну, вроде как, никто не хочет больше ей помогать, да. Она весь кредит доверия исчерпала. Но с другой стороны, изначально вы хотели помочь человеку. И в чем помощь? В чем помощь ваша заключалась? И получается, пару вот этих алкашей привели, которые с ней посрались, и все. И сказали, я не работаю, платить элементы не буду. Охерительная помощь. А потом ее засрали. Этот кикбоксер опять начал ей говорить, что для нее в аду отдельное место. Просто охренительная помощь. Я считаю, что она уже звезда. Могла бы прибраться, хотя бы вот на это время. Прибраться, чтобы был порядок. Но я считаю, что это очень опасно для жизни детей, в первую очередь, находиться в тех условиях. Вот ты сейчас что ревешь? Юля, потому что детей отбирают. Поэтому, конечно, мать ревет. Я очень бы хотела верить, честно, что это слезы, потому что отбирают детей. Но мне кажется, что это слезы по себе любимые. Понимаешь? И я хочу, Залин, на следующей истории принести тебе извинения за все свои слова. Я очень надеюсь, что в пятой серии ты все-таки как-то изменишься. И тогда я тебе клянусь, что я извинюсь и заберу свои слова обратно. Ну, судя по всему, пятая серия так и не вышла. Я читал, что ее вроде как уговаривали. Она все не соглашается. Прошло уже пять лет. За эти пять лет она могла родить еще пять детей, по сути-то. Ну и много чего вообще могло интересного произойти. Да, как-то вот, опять же, растянули. Но остается какая-то недосказанность. То есть, что у нее? Покричали на нее, детей не забрали. Она не поклялась, ничего. Что с ней стало? Неизвестно. В общем, красавицы мои, спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно пишите свое мнение о всей этой вак-канале, которая творилась на протяжении четырех выпусков. Ну, а у меня на этом все. И увидимся с вами завтра в новеньком видео. Чи-чи-чима-чима Мичи-но-чима-чима Чи-чи-чима-чима Чи-чима